Виновника смертельного ДТП на Ленинградской, в котором погибли два пассажира такси, отпустили из-под стражи домой. Споры о новой схеме движения пассажирского транспорта уже неделю не утихают в Петропавловске. Камчатские полицейские всерьез взялись за проблему наркозакладок в краевой столице. Ну а теперь к подробностям и эти и другие темы обсудим прямо сейчас. Новый год в кругу семьи проведет виновник страшного ДТП, в котором погибли два человека. Водителя БМВ, который в пьяном виде сел за руль и убил пассажиров такси, по решению суда отпустили домой из-под стражи. Родные и близкие погибших в шоке и требуют справедливости. Подробности у моей коллеги Виктории Степашко. Смертельная авария, которая унесла две человеческие жизни, произошла ночью 30 октября на Ленинградской в Петропавловске. Молодая пара Сергей и Ольга возвращались домой на такси. Им навстречу вылетел автомобиль BMW X5 под управлением пьяного водителя. Удар в Toyota Corolla был такой мощный, что травмы, полученные пассажирами, оказались несовместимыми с жизнью. Сергей и Ольга скончались в отделении реанимации. В больницу госпитализировали и 22-летнего водителя такси. Виновник ДТП провел в СИЗО два месяца. На этой неделе суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока нахождения под стражей. Однако служители Фемида решили изменить водителю меру пресечения. Нахождение под стражей ему заменили на запрет определенных действий, которые он должен соблюдать еще два месяца. Простыми словами, не покидать свое жилище ночью и не ездить на автомобиле. Виновника ДТП освободили из-под стражи в зале суда. Родные погибших крайне возмущены таким решением. Мне вообще непонятно, чем руководствовала судья, пускай, грубо говоря, убийцу двух людей. По моим понятиям, это убийство. Я повторюсь, может, я могу сказать, что я всю жизнь, я вообще автомобилист профессиональный, всю жизнь с автомобилем. Если бы это было рядовое ДТП, пусть даже со смертельным исходом, я бы понял. Я бы понял, что отпустили подписку. Ну, с каждым может случиться ДТП. А пьяный, это уже пошел человек на преднамеренное, скажем так, преступление. За это должно быть жесткое наказание. Тем более, два и три и более жизни. Молодые совершенно люди. 33 года обоих. Карьеру пыталась дочь построить. И ее, так скажем, на взлете прервали. Эту жизнь. Он забрал мать у ребенка, у меня дочь. Отец Ольги уже подал апелляционную жалобу на решение суда. Он требует, чтобы подсудимого вернули под стражу. Новую меру пресечения обжалует и Камчатская прокуратура. Редакция МассМедианьюз следит за развитием событий, ждет судебного приговора и вместе с семьями погибших верит в справедливое наказание для любителя пьяной езды, отправившего на тот свет двух человек. Эффект разорвавшейся бомбы произвела в социальных сетях на этой неделе новость об изменении схемы движения пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском. С 1 января, то есть уже через неделю, с дорог Краевой столицы часть автобусных маршрутов уберут. По некоторым изменится схема движения. На большей части маршрутов поменяют расписание. Так, отмене с нового года подлежат 4 маршрута. Это номер 17, который сейчас ходит с северо-востока до ТЭЦ-2. Номер 18 с маршрутом от ДК СРВ до Кирпичей. 19-й, который возит людей от 10-го километра до автостанции на КП. А также 25-й, который ходит от конечной северо-востока на Ларина до аллеи флота. По остальным маршрутам внесут изменения в схемы движения. Они коснутся таких рейсов, как 2-ка, 3-ка, 7-ка, 9-ка, 12-й, 20-й, 30-й, 31-й и 33-й. Все изменения подробно расписаны в информационных карточках, опубликованных в телеграм-канале МАЗ Медиа Ньюз. В 2022 году у нас была проведена работа по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Ее проведение было приурочено к завершению наших трехлетних контрактов по пассажирским перевозкам. В связи с тем, что на последующий период и 23-й последующий мы должны отыграть новые аукционы. В связи с этим, руководствуясь существующей нормативно-правовой базой, это и распоряжение Минтрансово в социальном стандарте обслуживания населения, и методика расчета, собственно говоря, начальной максимальной цены контракта 351-й постановления РФ, нами была проведена работа по моделированию нашей маршрутной сети. Было проведено обследование сплошной маршрутной сети с учетом корреспонденции, то есть входов-выходов пассажиров на каждой остановке в течение, собственно говоря, всего периода работы общественного транспорта. То есть для формирования матрицы так называемой корреспонденции нам были получены результаты о том, как жители пользуются общественным транспортом. Таким образом, по результатам моделирования у нас однозначно неудовлетворительными признаны 4 маршрута, 17-й, 18-й, 19-й, 25-й, часть за счет высокой дублированности, часть за счет низкого пассажиропотока и, в принципе, как такового отсутствия пассажиропотока в некоторые часы работы. По 9 маршрутам у нас будут изменены схемы движения для повышения удобства граждан, для более низкого транспортного плеча. Все изменения, которые у нас в части сокращения будут проведены, мы замещаем увеличением интенсивности работы и количества выходов на маршрутах, которые остаются неизменными. Жители Петропавловска таких нововведений не оценили в наших аккаунтах, в социальных сетях уже, который день не стихает бурное обсуждение этой темы. Большинство комментаторов высказывают недовольство. Теперь с остановки БАМ ни на одном автобусе не доехать до 10-го километра. Раньше хоть семерка была, теперь с пересадками. Удружили. Почему сейчас я должна буду оплачивать две поездки вместо одной, пересаживаться на другой автобус, когда мне нужно будет поехать с БАМ на 10-й километр? Как добираться до третьей поликлиники с Кручины? Наверное, будем ходить пешком. У нас джипов нет. Просто абсурд. Да вы чё. 19-й маршрут. Совсем каши объелись. Горизонт и так отрезанный от красной линии, теперь еще сложнее добираться до основных узлов. Теперь в несчастную двойку будет набиваться толпа людей. Очень актуально именно зимой, в период пика заболеваемости. Со звездной всегда в любое время семерка полная ходила, учитывая, что нижний горизонт уезжал на 19-м. А теперь что будет? То есть, северо-восток как район мы расширяем, а автобусов все меньше. Очень интересно. 20-й и 25-й отлично сосуществовали. Это было удобно для двухконечных. А маршрут 20-ки был идеально оптимизирован для того количества автобусов, что отправляют на этот маршрут. Но теперь мы сломали не сломанное, и 20-й вместо силуэта очень насыщенной остановки будет ездить через далекие края. Но ведь 31-й идет через силуэт, ага. Но количество автобусов на оба этих маршрута сократили. И если раньше был шанс выехать с северо-востока до силуэта хоть на одном из них, то теперь эти шансы сократились вдвое. И это вместо того, чтобы оптимизировать, например, 1-й и 21-й. Наши корреспонденты отправились на городские автобусные остановки, чтобы узнать мнение людей. В этом опросе пассажиры оказались не столь категоричны, как в социальных сетях. Мнения были разные. Это очень неудобно получается для людей. Некоторые работают, например, я слышал, что 17-й, по-моему, на ТЭЦ-2, который идет, отменяется. Это вообще им надо пересадки делать, добираться. Это во-первых. А во-треть, здесь будет столпотворение народа. На северо-востоке. И также, например, маршрут, который на ТЭЦ-2 идет, там тоже будет очень много народа. Теперь еще 25-й. Здесь старушки, бабушки ездят в больницу, в третью поликлинику. И так, получается, он останавливается прямо напротив поликлинички. А так придется им добираться пешком или с дачной. Так что я к этому отношусь отрицательно. Ну, наверное, потому что загруженность маленькая на тех, которые были рейсы. А сейчас будет удобнее с 1 января. Но с Нового года ездить. Я так думаю. Ну, как вам сказать. Вообще-то, я говорю, все-таки 30-й, 31-й, когда я шли напрямую, как-то вроде повеселее. Ну, а так, в принципе, я живу в Завойке. У нас 13-й автобус не коснулся. У нас он ходит хорошо по расписанию. Ну, а по городу здесь, я говорю, как сказать. Это же надо спрашивать, кто здесь больше передвигается. По городу. А в целом, меня устраивает все маршруты. А как к этому относитесь? Плохо. Почему? Потому что 25-й я вот вчера проехала, и он был полный. И туда я ехала, много народу было. И оттуда я ехала, много народу было. А если его уберут, тогда, значит... А 12-го не было. Допустим, мне вот в поликлинику надо. Так что я против. 25-й, вот как говорят, что они не загружены. На мой счет, были загружены. Я вчера проезжала. А вот когда, если плохая погода, так вообще, наверное, люди, кто пешком не пойдет, а только на автобусе. Да-да, слышала, присылали мне на автобусе. Как относитесь к этому? Все устраивает или не все? Да, в принципе, нормально все. Устраивает. А то, что некоторые маршруты отменены, которые были популярны? Мои маршруты все ходят. Самое главное, моя девятка ходит. Правильно делают. Если оно принесет какую-то пользу, то только за. Надо смотреть, какая реакция народа, как он будет реагировать, как они будут стоять на сноках, как будет с утра движение. Напомню, что по вопросам новой схемы организации пассажирских перевозок в городе начала работу горячая линия. Ее номер 8-914-781-14-71. Звонки принимают в рабочее время. Кроме того, вопросы по организации пассажирских перевозок можно задавать в городское управление дорожного хозяйства и транспорта по номеру 303-100. Добавочные номера 2240, 2241, 2243 и 2244. Прямо наша боль. Они не только по лыжне здоровья ходят, они ходят еще по спортивным кругам. Здесь дети тренируются. Дети это все видят, дети понимают. Это прям наша боль. Вот сейчас смотрю, сотрудники полиции активизировались. И на Буране мы их видели. И вот сейчас ваш наряд здесь дежурит. Это очень хорошо. Мы надеемся, что будет какой-то сдвиг. Потому что спортивная общественность очень болезненно к этому относится. Мы за здоровый образ жизни. Камчатские полицейские всерьез взялись за распространителей смерти. Популярное у наркодельцов место, территория биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова в Петропавловске и лыжная база «Лесная» и прилегающие к ним леса, сейчас под пристальным вниманием стражей и порядка. На маршруте патрулирования частенько заезжаем на лесополосу, в которой расположена лыжная база «Лесная» имени Фатьянова, лыжня «Здоровье». Обращаем также внимание на такие проложенные тропы, которые расположены около 3-4 километров от центральной дороги, которые вызывают подозрения. Знаем, что в данном лесном массиве закладки ребята раскладывают. Ну и, соответственно, ребята, занимающие незаконного рода наркотиками, следуют по этим закладкам. Пройдемте, посмотрим. Соответственно, с данной тропы бывают вот такие отвороты. Соответственно, там, где по координатам, возможно, закладчики поднимают наркотический замок. Здесь также вот очередной отворот к дереву, с местами возможные приобретенные закладки. А вот и подтверждение тому, что не просто так эти тропинки к деревьям протоптаны. Вот он. Есть? В ходе рейда полицейским удалось не только спрятанные наркотики найти, но и закладчиков поймать. Один из подозреваемых – 21-летний гражданин одной из стран СНГ, который хранил у себя мифедрон для дальнейшего сбыта. У него изъяли 54 грамма запрещенного вещества, а также мобильник и банковскую карту. Закладки с наркотиками он раскладывал в лесу в районе озера Орлишко. Судом гражданину избрана мера пресечения в виде ареста. Также он был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 11.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Профилактические мероприятия в окрестностях лыжной базы и бетоклонного комплекса продолжаются и будут проводиться полицейскими на постоянной основе. Эти рейды помогли поймать еще одного закладчика. На нелегальной деятельности попалась и 23-летняя девушка. С мефедроном ее взяли на территории бетоклонного комплекса. Вообще пугает, что закладчиками оказываются такие молодые люди, которые едва перешагнули 20-летний возраст. Ведь вся жизнь впереди. Учись, работай, развивайся. Но нет, сворачивают они не на ту дорожку. Понятно, что выбор этот они сделали сами, но когда в городе буквально на каждом шагу висят объявления с предложением легко поднять неплохие деньги за довольно-таки непыльную работу, молодежь нет-нет да поддается соблазну. Вот это объявление, например, висело у ворот одной из петропавловских школ. Объявление состоит из суммы заработка и аккаунтов Телеграм. Более никакой контактной информации. Один из наших подписчиков списался с этим работодателем под видом соискателя работы. Вот что там предлагают. Здравствуйте. К работе можно приступить в ближайшее время, даже завтра. Зарплату платим всегда в срок. Каждый вторник. В день выходит от 3 до 15 тысяч рублей. Напишите, пожалуйста, ваш город проживания и возраст. Если не хотите указывать, так и скажите. Продолжим без ваших данных. Укажите, вы пришли по объявлению на улице, листовка или из ВК. После этого пришлю видео с подробным рассказом о работе. И выдам обучение, за его выполнение мы тоже платим. Расскажи, кем работал последние 3 года. В нашей сфере есть опыт. Если да, то где работал и почему больше там не работаешь? Пробовал ли СК или МЕФ ранее? Что понравилось, а что нет? Сколько можешь уделять времени работе? Были проблемы когда-то с законом. Может быть кредиты, есть большие или микрозаймы? Тюрьма. Живешь один или с родителями? Или с партнером? Есть ли место для хранения и фасовки товара? Будешь работать один или позовешь кого-то из друзей? Мы не против. Расскажи в общих красках свою историю жизни. Все, что ты считаешь важным. Ответить развернуто. Тут даже комментарии излишни. Уважаемые родители, пожалуйста, обращайте внимание на то, с кем общается ваш ребенок. Даже если ему уже 18-20 лет. Возможно, именно в этот момент он ведет переписку с тем, кто сломает ему жизнь. Наркоторговцев не волнует дальнейшая судьба своих курьеров. Там на первом месте выгода. Арестуют одного, а не на ему другого. А у того, кто оступился, вся жизнь может пойти под откос. Хорошо, что полицейские основательно включились в решение этой действительно серьезной проблемы. Ведь не проходит и дня, чтобы в камчатских пабликах не появлялась публикация от возмущенных граждан о том, что закладчики и кладоискатели шнуряют тут и там в разных районах города. Есть надежда, что всесторонняя борьба с наркобизнесом принесет таки свои плоды. На этой неделе к нам в редакцию прилетела очередная жалоба на ярмарку на СРВ в Петропавловске. Но была она нетипичная, потому что жаловались не на грязь, неопрятный вид прилавков и несоблюдение, по мнению покупателей, товарного соседства. А на тот факт, что с территории ярмарки за пределами основного здания городская администрация собирается убрать все павильоны, как незаконно установленные. Местные жители, скажем так, в недоумении. Закрывают точки местных товаропроизводителей, что так удобно расположены для потребителей. Здесь все рядышком, так хорошо. Конечно, неудобно, очень неудобно. Вот я старый человек, мне уже 8-й, 10-й. Здесь так все под рукой, я вот снимаю здесь комнату. Все просто, замечательно. А, конечно, если делают удалить, да даже при чем здесь старые, не старые. Люди идут с работы, уставшие. Это, значит, куда-то там извините бежать, конечно, неудобно. Я вообще за то, чтобы вот действительно все так, как сейчас есть. В одном из павильонов, кстати, даже собирали подписи против таких нововведений. Но вот точного ответа, убирают или нет, никто не дал. Даже самопровозглашенный администратор рынка, не пожелавший должным образом представиться. Администратор рынка, а чего вы убегаете? А? Ну, как зовут вас? Нет, без съемки мы не будем разговаривать. А все, больше не администратор. Что ж, пометуя о том, что в недавнем прошлом губернатор Камчатского края сам лично открывал один из павильонов рядом с рынком с недорогой рыбой, в голове появляется некий диссонанс. А что происходит-то? Да, люди просили навести порядок на ярмарке. Это даже обсуждалось в эфире с главой Петропавловска. Но говорили-то о том, что порядок требуется внутри здания. А там вот это вот все, что вы видите сейчас на видео. Неопрятные прилавки, сколоченные из досок и честного слова, где рядом продается рыба, бытовая химия, игрушки и фрукты, при этом грязь, мусор и общий дискомфорт. Как нам рассказали в городской администрации, нынешний директор Волохович действительно заключил несколько договоров аренды с различными организациями на установку торговых точек вне здания ярмарки. И павильоны эти работали, радуя горожан. Но вот полномочий на это у него не было. Таким образом, Заречная, Пионерская, Молокозавод, Петропавловский, Хлебная лавка и прочие оказались не у дел. Но теперь вроде как им должны найти место внутри ярмарки. Но куда впихнуть невпихуемое и захотят ли люди заходить внутрь, если там по-прежнему будет царить бардак? Решение этих вопросов, видимо, дело не первой очереди. Огонь, воду и дымокамеру прошли камчатские журналисты на этой неделе. Мне и моим коллегам посчастливилось стать участниками блок-тура, который организовали для нас спасатели МЧС на базе СПСЧ Петропавловска. На несколько часов мы превратились в настоящих пожарных. Одним из первых этапов перевоплощения было облачение в боевую одежду. В идеале это должно происходить вот так. Выполняем арбателку СПСЧ Петропавловска. Выполняем арбателку СПСЧ. Профессиональный спасатель облачился в боевку за 20 секунд, но и мы в свою очередь постарались не ударить в грязь лицом и после пробной тренировки облачились в боевую одежду примерно за 45 секунд. Наши гости сегодня одевали боевую одежду. В принципе уложились неплохие показатели, были нюансы, но проработав показатели были достойные. В среднем боевая одежда, если взять, это штаны, куртка, ремень. В ремень есть индивидуальный топор, карабин, каска, подшлемник, краги в районе 5-6 килограмм. По нормативам личный состав одевает до 27 секунд, это оценка 3, так 21, 24, 27 секунд. После быстрого облачения в боевку нам за считанные секунды необходимо было погрузиться в пожарную машину для выезда по тревоге. Это очень жаркая работа, даже вне пожара. На этом наши испытания не закончились. Следующим этапом пожарных репортеров, то есть нас, ждала дымокамера. Но прежде теория. Вы приехали на пожар, вам нужно произвести в течение одной минуты, то есть проверить, сможете ли вы в нем работать. Как она проводится? У вас аппараты уложены будут, вы проверяете. Берете аппарат, закидываете его на себя, подтягиваете ремни. Далее проверяете панорамную маску, смотрите, чтобы у вас все ремни были исправны. Смотрите на маску, чтобы стекло ни в коем случае не лопнуло. Проверяете герметичность системы. Видите, держится, значит она исправна. Проверяете, вот это легочный автомат, вот у него, когда нажимаешь, он включается и выключается. Проверите. Далее прикладываете маску к лицу. Проверили, то что у вас идет подача воздуха. Также, должны сделать вот так. То есть вы проверяете, чтобы у вас не было никаких утечек. Далее, закрываете баллон, устраиваете воздух. Слышите, да? Сигнальное устройство у вас исправно. Проверили, открыли баллон. Докладываете своему командиру звена. Такой-то, такой-то. Газодумозащит, включение готов. Рабочее давление 100 года. Вам записывают, сколько у вас рабочее давление. Надеваете маску. Обтягиваете. Работаете. А если у вас пищит уже сигнал, что у вас мало воздуха, вы будете пострадавшего к маске подсоединять? 100%. А если вам не хватит воздуха? Надо будет бежать. И вот так выводится пострадавший на свежий воздух. Единственный момент, теперь мы дышим вдвоем. То есть, соответственно, воздуха нам придется тратить на двоих. Получив теоретические знания, мы приступили к практике. Мы изучили сначала, что такое дымокамера. То есть это практические мероприятия, которые могут возникнуть на пожаре. То есть дым, крики, высокая температура, где личный состав проходит полностью в полной экипировке, при тушении, при спасении пострадавшего. Командир готов. Это споргалка. Как выходить? Тут план схемы. Там крики, имитация, все как положено. Там крики, имитация, все как положено. Когда наделал на себя всю эту боевку, да, эти ботинки огромные, и нам при этом еще не дали с собой тащить ни рукав, ни ствол, ни лом, там, ничего такого тяжелого, что обычно таскают с собой спасатели, все равно тяжело. Ну, достаточно тяжелая экипировка. Мысль такая была, что надо быть немножечко сверхчеловеком для того, чтобы переступать через себя, и реально, когда есть угроза жизни, идти в пожар, чтобы спасать чужие жизни, рискуя своей собственной. И вот сколько бы ни платили этим людям, все мало. Мы выезжали на съемки на пожары, где ты чувствуешь жар издалека, а люди идут туда, ты понимаешь, что это нереальный труд. Когда ты в боевке, когда ты что-то на себе тащишь, это маска, запутое пространство, темно, узко. А как представишь, что это в боевых условиях, в реальном пожаре, то аж мурашки по коже. Ребята нереальные молодцы. Все это и правда. Настоящее испытание на прочность. Заключительным этапом нашей игры на выживание стал пожар. Настоящий пожар, который вспыхнул в гараже. Нам предстояло его потушить. Домик размером 3 на 5, с поджиганием, с дымом, с звуковыми эффектами, где мы справились, но отлично. Что хочется сказать. Иногда очень полезно, как говорится, побывать в чужой шкуре. Профессия спасателя и так всегда была для меня чем-то невероятным. И я солидарна с моей коллегой Катериной в мнении, что они просто сверхлюди. А здесь мы буквально испытали все это на себе. В лайтовом, конечно, варианте. Но все же, дорогие спасатели, спасибо вам за ваш труд. Журналисты и блогеры, которые приняли участие в блог-туре, часто рассказывают о работе пожарных и спасателей. Но мало кто из них до конца представлял о том, в каких условиях приходится работать сотрудникам МЧС «Россия». Сегодня они узнали об этих героических профессиях немного больше. А нам было приятно видеть обратную связь. Восторг, радостные улыбки и сияющие глаза участников. Кстати, 27 декабря в России отмечают День спасателя. Он утвержден указом президента от 26 ноября 1995 года. Дата праздника выбрана не случайно. Именно 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован российский корпус спасателей. Ни для кого не секрет, что в МЧС трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные спасатели, водолазы, кинологи, летчики и другие специалисты выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а также выезжают и оказывают помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях. Сотрудники чрезвычайного ведомства – профессионалы своего дела. Они способны реагировать на различные происшествия, как на земле, так и в воздухе, на воде и под водой. Хочу поздравить спасателей с наступающим праздником. Ваша служба поистине бесценна. То, что мы считаем подвигом и чудом, для вас – обычная ежедневная работа. Оставайтесь всегда такими же мужественными, сильными, смелыми, самоотверженными и верными своему профессиональному долгу. И на этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова